друзья мои дорогие всем добрый день два нарцисса отношения двух нарциссов что же это за такое причудливое до хитросплетение что там между ними может быть очень часто люди какие вопросы задают что наверное нарциссу оптимально строить отношения с нарциссами или наверное два нарцисса вместе не живутся или а что же будет дальше а что же их удерживает вместе как же они друг другу дают ресурс давайте с вами разбираться вот смотрите прежде чем конкретно себе ставить вопрос как у этого нарциссы или нарцисски вот-вот с другим нарциссом что оно будет стоит в принципе помнить основы на которых держится вот этот вот подход нарцисс или нарцисски как я выбираю партнера с которым нахожусь в отношениях или с которым а так или иначе контактирую и в близости речь же не только про отношения в паре это могут быть какие-то друзья какие-то партнеры по проекту родственники которые дают друг другом как-то вот коннектятся так что смотрите простые законы у нарциссы действуют нарцисс там и с теми где ему или ей хорошо комфортно то есть если с партнером создан какой-то такой знаете тандем нарцисс понимает какие-то выгоды не а уж в ситуациях с нарциссом нарцисс парочками никто никому в душу не лезет особо то не нужно какая-то глубина они зациклены на тех вещах которые для них важны плюс минус понятны границы а почему бы и нет это вполне себе такой может быть рабочий тандем к вопросу где нарцисс будет брать эмоциональный ресурс так где угодно общение может продолжаться какие-то поклонники конвейеры и прочих гаремы могут быть и свиты летучих обезьян вопрос изменяют или не изменяют нарцисс вот эти друг друга паре нередко это такие знаете тандемы где вообще даже так вопрос не стоит где каждый своей жизни живет есть такие пары где как-то действительно это утрясено и ради друг друга как-то держится как-то терпят но при этом находят возможность где добрать это эмоциональный ресурс за счет флирта за счет может быть какого-то коллектива на работе который терроризирует так что истории могут быть самые разные так что если нарциссу в отношениях как-то комфортно понятно ясно и видит нарцисс какие-то выгоды это может быть в принципе любой партнер а почему нет и нарцисс в том числе теперь что касается вот этого тема нарцисс нарцисс на бывают такие тандемы которые потом распадаются такие коллеги которые сначала дружились потом раздружились такие родственники которые вроде бы все было хорошо теперь они злейшие враги война то есть а если нарцисс понимает что вот тот кто рядом и даже если это нарцисс опасен переходит дорогу слишком много ресурса на себя забирает что еще делает да каким-то образом может нападение какое-то совершить то нарцисс мстит нарцисс очень долго может этого человека преследовать и нередко это такие вот войны которые просто вот десятилетиями идут посмотрите на некоторых например звезд эстрады как они друг друга кусают хотя когда-то они были там лучшими друзьями или они были вместе и ты понимаешь что там не даже если это была пара не совсем про любовь история это не обиды любви это именно обиды его ты в чем-то оказался лучше ты меня переиграл ты вот так ты меня он у по носу щелкнул а если цели у нарциссов похожие то они могут быть на самом деле очень такой неплохой командой а оба могут вести какие-то аккаунты у лбу могут работать на какой-то там результат оба могут в обществе создавать какой-то там образ помните что отношения с нарциссом для нарциссы даже каком-то смысле более комфортно и безопасно чем отношения с эмпатом там где эмпаты там ожидание каких-то непонятных эмоций там желание какой-то близости там какие-то ситуации которые нарцисс постоянно убивают из колеи потому что не на все у нарцисс может быть готовая реакция какие-то готовые слова а тут свой родненький понятные из одного и того же теста это может быть действительно очень такая комфортная функциональная жизнь а еще на чем могут держаться такие отношения вот этот вот торг обмен взаимная выгода то есть там нет прям нужды в каких-то больших чувствах это заменяется как раз именно выгоды именно функциями ты мне здесь подыграл я тебе здесь подыграл ты тут стал на мою сторону я здесь на твою сторону встал мы друг друга не трогаем мы понимаем что нам друг другу надо дать и мы идем дальше то есть правда есть такие истории и у людей разного возраста у людей разные сферы деятельности что касается моделей отношения отношений как вот но может вот эта вот история развиваться разные модели конечно же они друг друга могут дополнять они могут как-то там комбинироваться совмещаться первое поддержание величия и грандиозности друг друга это кстати и в семейной системе тоже такое может быть родители нарциссы например золотой ребенок тоже нарцисс если нахваливают поддакивают критикуют всех подряд всех вокруг этим собственно подпитываются стоят вот в этой позиции сверху где нужно могут поучаствовать в проектах друг друга там как-то подыграть что такое показать это не проблема они просто поддерживают хрупкое эго друг друга и свое вот это ложное я который они раздувают и они не лезут глубоко действительно могут быть очень сильным очень опасным тандемом они сожрут сожрут вас на работе тогда в семейной жизни вы не вы не подкопаетесь они всегда сляпают такую идеальную историю любви там еще что-то и кто-то им обязательно поверит другой тип отношений здесь все гораздо интереснее это так называемый сильный нарцисс и слабый нарцисс то есть это могут быть разные тандемы например грандиозный и дефицитарный нарцисс грандиозный и перверзный нарцисс перверзный и дефицитарный нарцисс в роли слабого может быть менее нарушенный нарцисс в принципе более слабый нарцисс до более слабая личность которую проще продавить нарцисс более развитой эмпатией то есть более готовый к чувствовать степень нарушенности тоже может быть разные при нарциссизме а может быть такой нарцисс, но в роли зависимого, который, в принципе, больше нуждается вот в этой сильной родительской фигуре. Там начинается зависимая или созависимая история. И ведь нередко, когда вот такие вот люди входят из этих отношений, тот, кто был в роли жертвы, он активно, например, начинает рассказывать о всех ужасах жизни в этом нарциссическом тандеме, но забывает рассказать о том, что сам, в общем-то, имеет к этому отношения или в упор сам себе вот этого вот не видит. Эти отношения, они могут ли достаточно быстро закончиться, как говорится, коса на камень нашла, либо действительно вот этот более слабый нарцисс может подстраиваться, может искать варианты каким-то образом, страдать, зализывать раны потом еще. Бывают, бывают такие истории, просто понимаете, в зависимость от нарцисса, нарциссического партнера могут попасть. Ну, не только, скажем так, невротики, к примеру, или пограничники. Нарциссического плана товарищи тоже могут быть. Следующий тип отношений – это работа на некую общую цель. Он просто объединяется для любой цели. Раскрутка бизнеса, дружба против кого-то, какой-нибудь там фэшн-проект, самоутверждение в определенных кругах, они правда друг друга, как-то вот они коннектятся, они как-то поддерживают им достаточно вот этих формальных рамок дружбы. Могут быть очень-очень даже эффективны, и если вы близко этих людей не будете знать, вы можете даже и не понимать, кто рядом с вами. Другая модель отношений – это, знаете, культ материального. Это когда исключительно на каких-то материальных или статусных аспектах вот эти люди сосредоточены, и они, собственно, ради этого живут, ради этого объединяются, и на это и работают. У них мечта там какая-то большая квартира или большой дом, и они вот своей вот там каким-то своим на это бизнесом, например, занимаются, у них там мечта в определенном доходе, достатке, там, в принципе, и нету потребности в каком-то вот этом вот вовлечении эмоциональном, в какой-то поддержке, то есть они очень четко видят функциональность друг друга и этим довольны. Это также можно эту модель отнести, в принципе, к работе на общую цель. И следующий тип тандемов – это, знаете, жизнь в фантазийном мире друг друга. Нередко в такие тандемы объединяются люди, мягко скажем, не очень успешные нарциссы, особо ничего не добившиеся, с сильно растоптанными такими амбициями. Оба живут в фантазиях, оба поддерживают вот эту отложенную грандиозность друг друга, нахваливают. Какие-то те, ребята, воспоминания 20-летней давности, когда какой-то там драный флажок им где-то там дали. То есть они постоянно в фантазиях, они противопоставляют себя миру. Мир плохой, а мы с тобой вот в этих фантазиях хорошие. Нередко это может быть ребенок и родитель, но ребенок уже выросший. Очень тяжелый на самом деле союз. Если кто-то в этот тандем попадает, он будет вообще просто вот в ноль высосан, всю энергию, всю кровь из него выпьют. Они хоть на какое-то время подпитаются и продолжат жить в своем фантазийном мире. Так что могут быть отношения между двумя нарциссами, очень разные отношения и вполне себе живучий тандем. Почему нет? Делитесь в комментариях под этим видео, вы с какими историями сталкивались. Может быть какие-то примеры у вас интересные есть. Друзья мои, а я напоминаю вам, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях. Мои контакты внизу под видео. Пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!